Вопрос от Марата. За что веру не взлюбил Дмитрий Быков? Да просто органически как-то. Да нет, ладно, всё уже, мне кажется. Я надеюсь, что мы эту фазу прошли, но как-то было бы совсем смешно посреди апокалипсиса и тьмы времён ещё продолжать какие-то столкновения литературные. Я думаю, что на самом деле в моменте он меня возненавидел за то, что я пошла на школу злословия. Потому что я поговорила с Дуней и Смирновой, и Таней, и Толстой, и им не понравилось, что я это сделала. А дальше, ну, уже там как-то пошло-поехало. Ну, это не история, понятно, что вся аналогия весьма условна, но Брюсов-Цветаевы – это же классическая история взаимоотношений. Да, я вообще вот эти каноны по поводу… Это же самая нежная любовь на свете, когда люди при любой вообще возможности не забывают шпильку какую-нибудь бросить в адрес идеологического какого-то оппонента. Но я не люблю этого, честно говоря. Долгие холодные войны с обменом колкостями – жанр, в котором я не преуспеваю. У меня нет кого-то, кого я, например, серийно бы хейтила там долгие годы. То есть ты… Я пришла к нему, ну, как бы он может говорить обо мне, что угодно. Я пришла к нему сейчас на выступление в Черногории, я была в Черногории, я очень искренне отношусь к его текстам, он талантливый человек. Я пришла его послушать, хохотала, как в первый раз. Очень много нового он написал. Я пошла на сайт издательства, официально скачала его книжечку, ничего не пиратила. Отправила ее дорогому другу, который вместе рядом со мной сидел, и мы вместе сидели и по тексту следили за стихами. Ну, я как бы не про… ну, вот это вот, выходить с баяном и рассказывать, как тебе кто-то сердце разбил, да ну. Спасибо.